Добрый вечер. Мы продолжаем прямые эфиры. Владимир Николаевич Мещеряков. Теперь я длинная очень должность. Начальник управления охраны объектов культурного наследия Одесской государственной администрации. Владимир Николаевич принадлежит к сословию чиновников, как я понимаю. Одесская государственная администрация. Один из образов. Да. И сразу же вы являетесь чиновником. Итак, красивое название. Охрана памятников культурного наследия. Какие у вас полномочия для того, чтобы охранять? Какие у вас рычаги для того, чтобы их охранять, оберегать и лелеять? Владимир Николаевич, полномочия органов охраны расписаны в законе об охране культурного наследия в 5-6 статье. В соответствии с этими статьями есть три уровня органов охраны. Это центральный орган охраны, сейчас это Министерство культуры Украины. Областные государственные администрации имеют в своей структуре орган охраны в виде нашего управления облгосадминистрации. И кроме этого, предусмотрено в соответствии с этим законом, в исторических городах, каким является Одесса, местные органы самоуправления могут создавать свои органы охраны. Это управление охраной объектов культурного наследия Одесского горсовета. У каждого свои полномочия. И основными, наверное, из них, которые наиболее часто применяются и наиболее востребованы, это то, что орган горсовета, орган охраны может, имеет право готовить заключение по разного рода объектам, по памятникам местного значения, по объектам, располагаемым на территории исторических ареалов. Орган государственный областного уровня имеет право согласовывать и выдавать разрешение на работы на памятниках местного значения. А к полномочиям Киева центрального органа относятся в соответствии с пятой статьей рассмотрение документации и согласование выдачи разрешений на работы по памятникам национального значения, а также по объектам, которые возводятся на территории исторического ареала. Так что полномочия очень четко определены в этом законе. А возможности — это в соответствии с той памятника охранной документации, которая есть на этой территории, следить за соблюдением его требований, следить за тем, чтобы объекты культурного наследия не подвергались разрушению. И в случае угрозы вот такого разрушения принимать меры в соответствии с законодательством, то есть готовить предписания, составлять акты, протоколы, постановления о наложении штрафов. И в случае, если это все не выполняется, обращаться... Кому предписание, простите? Нарушителям. Нарушителям. То есть собственникам кому? Собственникам. 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 Или лицам, ими уполномоченным. Ну вот возьмем для примера дворец Курицев. Он был никакой. То есть в него бомба попала. Ну, те, кто видел, то те видели, а кто не видел, те могут нам поверить, что это было разрушенное совершенно здание, действительно, которое требовало не просто ремонта, а капитального восстановления. Так я, то, что я видел. Его нужно было, как вы думаете, его нужно было поступить так, как поступили. Или продать инвестору, который готов вложить деньги и восстановить, или попытаться за счет государства его восстановить, а потом что-то с ним делать, будем так говорить, с какой-то целью его восстанавливать. То есть музей там сделать, какую-то туристическую, какой-то объект какой-то туристический. Что по-вашему мнению? Этот объект, после войны в нем находилось учреждение образования, в котором произошел пожар. И после этого там была разруха. Нужно было что-то делать с этим объектом в областном бюджете и у местных советов. Не было средств на его восстановление. В 2013 году Министерство культуры согласовало отчуждение этого объекта. Объект являлся совместной собственностью территориальных громад, собственностью областного совета. В 2014 году в результате аукциона объект был продан. Он приобрел своего владельца, это физическое лицо, которое к договору купли-продажи приняло на себя обязательства. Его полного восстановления в полном виде, который он был. И создание на базе восстановленного объекта, туристически привлекательного объекта, который будет... Понятно. То есть, Владимир Николаевич, теперь ваша обязанность наблюдать за тем, как он будет восстанавливаться, в каком виде. Так я понимаю, да? Значит, специалистами нашего управления составлен охранный договор. Так как это памятник национального значения, этот договор согласован с Министерством культуры. В соответствии с охранным договором, собственник обязан его содержать в надлежащем состоянии. Мы встречались с представителями собственника несколько раз. В настоящее время заканчиваются работы над проектом первоочередных противоаварийных работ, которые его сохранят и предотвратят дальнейшее возможное разрушение. А также эскизный проект, в соответствии с которым будет выполняться рабочая документация и поэтапное восстановление этого объекта. По обязательствам, которые взял на себя инвестор, в течение четырех лет этот объект должен был быть воссоздан. Сейчас заканчивается разработка документации. После этого Министерство культуры, которое написало, что оно в ускоренном порядке рассмотрит документацию, если она будет соответствовать, выдаст разрешение. Если документация будет закончена весной, мы весной же можем получить разрешение Министерства культуры на работы, и эти работы могут законным образом начаться. Владимир Николаевич, дорогой мой, скажите, пожалуйста, звоните, между прочим, 737-7310, телефон на экране, с вопросами к Владимиру Николаевичу, если они у вас есть. Я хочу спросить вот о чем вас. В центре Одессы начали появляться высотные здания. Вы знаете, о чем я говорю. Они в разных, будем говорить, в районах Одессы. В Приморском. Вообще Приморский район у нас занимает огромную территорию. Поэтому это, как правило, адресно Приморский район, а фактически это и прибрежная зона, будем говорить, к бульвару примыкающейся к центру Одессы, Гоголя. И в том числе, будем так говорить, подальше несколько от центра, от сердца Одессы. Но при этом, при всем, эта этажность мешает общему, большему архитектурному виду Одессы. Я говорил с одним из архитекторов, который сказал, что вот, например, высотное здание на Осташкино, не потому что я борюсь с Киваном, а потому что это действительно так. Мешает просто, то есть его этажность, будет мешать просто внешнему виду Одессы со стороны, будем так говорить, въезда в Одессу, да. Оно будет перекрывать купол, например, Преображенского собора, оно будет перекрывать костел против консерватории, да. И Одесса будет выглядеть несколько иначе. Несколько странно для исторического города. Естественно, эксперты ЮНЕСКО, которые в случае вступления в основной список нашего города, у нас будет курирующий представитель ЮНЕСКО, который будет для себя, как это по Киеву делается, для себя делать силуэт города и на нем отмечать те новоделы и те диссонирующие элементы, которые будут появляться. Сейчас это явно диссонирующий элемент, который может появиться, может быть он и не появится, но пока что он активно строится и он уже является диссонирующим элементом, который будет конкурировать и с колокольней собора, и кирхи. То есть появление этих объектов началось где-то еще до 2005 года. С 2005 года я стал начальником городского управления охраной объектов культурного наследия и столкнулся с проблемой, когда очень трудно противостоять желанию застройщиков в виде своего субъективного мнения, которые хотят разместить высотки, те, которые им выгодны по их интересам для размещения в центре города. Более того, они даже когда утверждают свои проекты, они затем немножко увеличивают этажность, по-моему. Да, по факту получается на один, два или несколько этажей больше. Поэтому передо мной стояла задача, каким образом не иметь и высказывать не только свое субъективное мнение, а иметь какие-то простые объективные методы расчета высоты, которая может иметь новое здание или новый объект в том или ином месте. Вот мы предложили тогда принцип золотого сечения и в результате было записано в нашем историко-архитектурном опорном плане, которое было заказано управлением, требование, чтобы в Одессе высота стен новых зданий, плюс еще мансарда, но вот чтобы высота стен в рядовой застройке не превышала 18,6. Это исходя из ширины улицы в 30 метров коэффициент 0,62 по принципу золотого сечения, не больше 18,6. А на углах зданий, которые держат, на углах кварталов, которые держат этот квартал, высота может быть несколько большей. В тексте записано 21,3, но мне кажется, что и 22,6 тоже могло быть, то есть это определяется для каждого конкретного места. Плюс еще, это уже зависит от таланта архитектора силуэт этого здания, можно там сделать одно-двухуровневую мансарду, так как это делается во всех старых городах Европы, это пятый фасад крыша, поэтому экономику какую-то можно достичь в этом плане. Поэтому в 2007 году эта документация была сделана, в 2008 году утверждена Министерством культуры Украины и для двух исторических ареалов, которые обозначены в Одессе, она стала законом. Но у нас законы существуют для того, чтобы их нарушали, те, кто на это имеет или средства, или возможности. Скорее всего, средства. И возможности, и средства, оно тут все примерно равнозначно. Поэтому все, что появлялось после 2008 года, делалось этими людьми сознательно и архитекторами, которые знали, что этого делать нельзя, но взялись за эту работу. И таким образом... Примеры. Ну, честно. По всему городу и на Островидово построено ряд домов. Ну, просто много этих домов построено уже, которые, они такие, конечно, огромные, как сейчас уже по 20 с чем-то этажей, которые сейчас могут появиться в центре города. Это будет уже полная катастрофа. Это буферная зона ЮНЕСКО. И наши архитекторы, которые говорят, что это где-то там на окраине исторического ареала, что это не так важно для восприятия среды. А вот исторический ареал, это какие границы? Это, грубо говоря, это Старопортофранковская, с прилегающей рядом домов до Мечникова. Это Пантелеймоновская, это Приморская, то есть вот этот тот исторический центр, который... Понятно. Вам звонят. Я только хочу сказать, что Владимир Николаевич Мещеряков, я не знаю, честно, я, может быть, сейчас прошу, но Владимир Николаевич Мещеряков был не очень удобен власти, вообще всегда. Это не слухи, я просто свидетель этому, причем никогда с ним об этом не говорил. Я это знаю как раз от властей, а не от вас. И в свое время, насколько я знаю, вы ушли по собственному желанию, насколько я помню. Ну да, не сделали такое предложение. Вы хлопнув в дверь и ушли, да, для того, чтобы уже вернуться в другом качестве, в качестве начальника управления областной администрации, а ушли вы из городской думы, так называемой. Вам звонят, да, звонок есть, да, прошу вас, говорите, извините, что пришлось ждать. Говорите, пожалуйста, говорите, мы вас слышим. Говорите, уже не говорите, хорошо, значит, не дождались. Извините ради Христа, или перезвоните, попытайтесь, или еще раз извините. Итак, у нас, вы говорите о Реал. Недавно, буквально на днях, а может быть даже сегодня или вчера, прозвучала информация о том, что в ближайшее время будет принят генплан Одессы. Таким образом он может быть принят без обсуждения, без согласования с жителями. Одно время, вы, наверное, это знаете и помните, как никто другой, мы обсуждали некий генеральный план, который был вывешен, по-моему, в здании на Троицкой. Да, есть вопрос, да, сейчас, секунду, простите. Ну, давайте, я же извинился. Говорите, пожалуйста, говорите. Алло? Да, да, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Николаевич, я хотела бы к вам вопрос задать, и в первую очередь. А второй вопрос вашему гостю. Вот скажите, пожалуйста, вот за времена Гурвица мы хотели бы встретить, я, знаете, вот 14-го числа, в день Валентина, я решила, Валентинов, праздник, пройтись по городу. Я давно не была в центре города, и решила себе сделать такое удовольствие, с мужем мы прошли. И у нас такое тягостное впечатление, у нас настолько, вы знаете, город настолько неухожен, настолько, такое ощущение, или предвоенные, или уже, не дай бог, война прошла. Никакого, вся старая Одесса, какой-то, я не могу сказать, какой-то стадии разрушения какого-то, никакого удовольствия. И во времена Гурвица, она улыбалась. А после того, как встал Костусик, после того, как встал Труханов, они ее добивают. Они просто, и уже Одесса, боюсь, что не останется. Я к вам обращаюсь, к которому мне нет сомнений в том, что вы любите Одессу. Все остальные у меня вызывают огромные сомнения. И я вас прошу сказать правду, и точно так же обращаюсь к вашему гостю. Спасибо большое. Говорите вы, потому что вы имеете на это первое право. Ну, я в 2005 году стал начальником городского управления, и участвовало наше управление в тех работах, которые проводились во времена, когда мэром был Гурвиц. Это были комплексные реконструкции улиц, целых улиц. Это Успенская была первая, за этим последовал целый ряд других улиц, когда делались и новое покрытие, фрагмент преображения. Терраспольская безокоризненная. Вот тут я неожиданно оказался такой улиц. Ну, в общем, делались работы комплексно, и при этом Гурвиц не перерезал ленточки, как перерезал Костусев ленточки на открытии отремонтированных межквартальных проездов, что, конечно, довольно странно выглядело. То есть делались крупные работы. Горсад, какая была эпопея и борьба с этими художниками, которые торговали шерпотребом там, условно говоря, художниками. И, ну, то есть делались крупные вещи. Но то было немножко и время попроще. В то время как-то была работа архитектором большому количеству и строителем. Сейчас, конечно, время немножко другое наступило. И, может быть, ваше впечатление от города связано было еще и с тем, что сейчас погода плохая и неприятно находиться на улице, холодно. Я думаю, что летом все-таки будет поприятнее находиться и будет нормальнее. Но я как специалист, меня интересует то, чтобы человек, попадая в исторический центр города, чувствовал себя комфортно в старой Одессе, той, которую он знает. Этому мешает самое простое. Это вот эти огромные коробки светящихся вывесок, которые являются абсолютно диссонирующими элементами, закрывают архитектурный декор фасадов и кричат о том, что вот тут есть Бербанк Россия, Марфинбанк и другие банки, и что вся архитектура Одессы старая им до одного места, и они главные тут. Это, конечно, неправильно, это нужно убрать, и причем это достаточно просто. То есть ни один из представителей, хозяев этих вывесок и этих заведений не говорил, что он не любит Одессу. Они все понимают и согласны с тем, что Одессу нужно сделать привлекательной и создать в ней гуманную атмосферу, в которой все будут себя комфортно чувствовать. Но, тем не менее, каждый из них с помощью рекламных агентств, которые зарабатывают деньги на размере рекламы, чем больше реклама, тем больше денег, уродует вот таким образом город. Но это, я говорю еще раз, достаточно просто убрать при политической воле мэра, как это сделал во Львове мэр Садовой. То есть там провели определенную процедуру, и потом слесари из управления рекламы с лестницей приходили после предписания и предупреждений. Приходили, срезали вывеску, после чего Садовому звонили из администрации президента с угрозами, не трогай эти вывески, этих людей, а то тебе будет хуже. Но Садовой не замкнул это на чиновниках в средней руке, а замкнул эту проблему на себя, и эту работу во Львове сделали. У нас тоже достаточно просто это сделать, и я думаю, что все владельцы заведений могут изменить свою рекламу, сделать ее не диссонирующей, а соответствующей тому времени, которая была в той Одессе, которую мы любим и знаем, это начало 20 века, знаем, вернее, историю, и которую нам хотелось бы видеть. Фасады, естественно, это большая проблема для нынешнего времени, и решать ее можно и с помощью бюджетных денег, и с привлечением тех предпринимателей, которые в этих зданиях расположены. Был такой опыт тоже. Дерибасовскую в свое время мы сделали не за бюджетное средство, а за средство предпринимателей, и каждый из них понимал, что таким образом вложенные его деньги в образ Одессы придадут, вернее, привлекут и покупатели в его магазин в том числе. И учитывая то, что все любят Одессу, ни один не сказал, что я буду уродовать Одессу своей вывеской, своим заведением, потому что я не люблю Одессу. Все любят Одессу, но все считают, что вот таким образом можно себя вести как дикари в этом историческом центре. И моя задача как чиновника и как архитектора, который занимался воссозданием собора в свое время и имеет представление о том, как нужно сделать, и знает правила игры в исторических центрах, задача направлять этих собственников, инвесторов в цивилизованное русло. А самая главная задача — это исключить появление высоток. То есть есть правила, есть ограничения по высотности в утвержденной документации, градостроительной документации, историко-архитектурный опорный план, границы режима использования территорий, в которых четко запрещено проектировщикам проектировать, а инвесторам строить такие объекты. Тем не менее, они появляются, и все это считается как спорт. То есть я преодолею эту трудность, а я преодолею еще больше эту трудность. Я построю 10 этажей, а я построю 20 этажей, а я построю 30 этажей. Ну вот это как спорт, по-моему. Да, соревнования. Да, соревнования. Но это со знаком минус. Минус. Конечно. Конечно. Ответить на ваш вопрос мне довольно сложно. Я совершенно искренне говорю. Да, я очень люблю этот город. Но я понимаю, что сегодня этот город пребывает в государстве, которое воюет. Я понимаю, что сегодня бизнес, вот Владимир Николаевич совершенно справедливо сказал о том, что могут магазины, которые находятся в том или другом здании, ремонтировать. Сегодня торговля, вы знаете, упала резко. Знаете, я ни в коей мере не оправдываю власть. Потому что сегодня никто из нас не услышал хоть часть той программы, которая должна восстановить тот или другой дом, то или другое строение, обновить тот или другой участок нашего города. Участок, я не говорю улицу. Да, сегодня вряд ли кто-то даст Одессе кредиты. Прямо скажем. Потому что, ну вряд ли, ситуация в стране не позволяет сегодня говорить о кредитном рейтинге и тому подобных вещах, по большому счету. Но при этом, да, тогда были другие времена. Но при этом, при всем, конечно, власть должна предлагать хоть какие-то шаги по сохранению, по обновлению, по ситуации, связанной с дорогами, которые сейчас после этого снегопада пришли в негодность, как и тротуары, между прочим, многие. И так далее, и тому подобное. Очень много задач. Они всегда были в этом городе. Вы знаете. Всегда были. Во времена Эдуард Ощин, на него с такой же критикой нападал, так называемые в то время оппозиционеры, противники. Во времена, ну тогда было на кого нападать, если честно. Во времена Алексея Алексеевича нападать было некого. Все это понимали, поэтому совершенно было бессмысленно говорить. Я надеюсь, что Одесса станет тем городом, который определит, в конце концов, свое положение в Украине. У меня самая главная сейчас, как ни странно, задача моей жизни, это чтобы мой город стал тем городом-героем, который существует в героической стране. Национального единства, национальной гордости. И чтобы этот город стал одним из форпостов этого. Как ни странно это звучит. Поэтому, честно говоря, мне сегодня, вот все проблемы, даже связанные там с трассой здоровья, они меня не очень волнуют. Меня волнует мой город, его судьба. Мне кажется, что сегодня нужно обратить внимание совсем на другое. На то, что такое город. Как он должен объединиться. Сегодня у нас, через несколько дней, меня уже предупредили, ожидается повышение цен на лекарства. Хотя они и так уже сейчас только стоят. Они и так безумны. И вот здесь нужно помочь выжить пожилым людям нашего города. Это гораздо более актуальное, серьезное. И я бы сказал, первоочередная задача. Бог с ним, с этим фасадом. Он еще, он стоял так 50 лет паршиво, простите. И вот так еще 2-3 года постоит. Но людей мы будем терять. Очень много. И вот здесь нам нужно всем объединиться. Создать фонды. Создать ситуации, при которых мы можем этим людям помочь. Мне звонят уважаемые в этом городе люди сегодня. И просят лекарства для, не для лечения, для жизни. Они нуждаются в том, чтобы их принимать. Иначе они не могут выжить. Вот для меня первоочередная задача сегодня. Понятно, что она стала вот так. Время неожиданно пришло такое печальное. Но при этом, при всем, вот это главная задача. Ну и, дорогой Владимир Николаевич, за границей существует ситуация, ну за рубежом, когда инвестор берет некое архитектурное наследие, заключает договор там с муниципалитетом и обязуется в течение 5 лет начать работать. Не восстановить, а начать работать. Для того, чтобы показать, что он это начал. Что он эту работу начал. Он выкупил это и в течение 5 лет должен не восстановить, а начать работу и вообще какой-то процент успеть сделать. У нас дом Русова, дом Либмана стоят уже десятилетиями. А, я не сказал, в противном случае, муниципалитет имеет право вернуть это в свою собственность. У нас такого нет? Ну, эти дома, они в собственности муниципалитета. И дом Русова, и дом Либмана на балансе у эксплуатирующих организаций города. А квартиры в них и нежилые помещения принадлежат частникам и предприятиям. Поэтому самая главная проблема этих двух объектов в том, что у них нет единого собственника. К тем собственникам квартир, которые есть, меры принять можно. То есть при политической... Разве их не выкупили эти дома? Выкупили квартиры. То есть схитрили. А стены, фундаменты, конструктивы, все в собственности города, как были, так и остались. Вот вы живете в квартире. Да. И все живут в квартире. Собственностью дом ваших жильцов может быть случай, если вы создаете ОСМД. Да. Тогда он снимается с баланса ЖЭКа и содержится за ваш счет. А до этих пор, пока вы не создали, вы собственник своей квартиры. То есть вы собственник обоев, собственник паркета и собственник краски на потолке. Понятно. А стены, конструктивы, перекрытие и пол – это ваша собственность. Но если у вас, допустим, в силу или не вашей вины, или вашей вины, эта собственность исчезла, как квартира, то есть нету пола, потому что перекрытие рухнуло, нету потолка, потому что тоже перекрытие рухнуло, обоев давно уже нет, есть только стена, конструктив, которая собственность города, то законом предусмотрен принудительный выкуп или возможность погашения через суд. Или возможность погашения через суд, опять-таки, собственности, которая физически не существует. Она существует в виде договора купли-продажи, дарения, в виде технического паспорта, то есть в виде двух документов, а физически ее в природе нет. Поэтому существует. Это давным-давно еще предложил, в то время был начальником юридического управления горсовета Иванский. Он как юрист предложил вот такую схему, погасить несуществующую собственность, а собственность, за которой не следит собственник, в порядке 28 статьи нашего закона, принудительно выкупить. И эта работа была начата в свое время, но она потом ничем закончилась, и так она до сих пор ничем и закончена. То есть собственник горсовет имеет право заняться этой процедурой. В свое время был квартал отведен фирме Энкор, по-моему, для комплексной реконструкции, то есть сноса всех домов с тем, чтобы там что-то новое построить, то, что будет интересно инвестору. После того, как были пожары тогда, вот эти все разрушения, горосполком отменил свое разрешение на комплексную реконструкцию квартала этого и назначил заказчиком по реставрации дома Русова управление капитального строительства горсовета. Но для того, чтобы были работы, нужны деньги бюджетные, или же, чтобы привлечь инвестора, нужна, чтобы была собственность у города на все это здание, включая квартиры, включая помещения. Вот из-за того, что не решен в течение этих лет эта тема единого собственника и бюджетных денег, ничего не происходит. Понятно. Последний вопрос у нас несколько секунд осталось. Сегодня выступил во Львове министр культуры и сказал, что в ближайшее время министерство культуры проведет, ну будем так говорить, не то что реорганизацию, но он будет настаивать на том, чтобы дать вам совершенно другие полномочия, более широкие и более серьезные. Более того, оно никогда не помогало, по большому счету, так я понимаю, потому что через министерство культуры зачастую, через голову областных и городских организаций зачастую оформлялись документы совершенно несоответствующие ситуации, которые существуют. И правилам, которые утверждены министерством. Да, Екатерина Министерства. Даст ли это вам что-то действительно? Верите ли в это? Вице-премьер-министр, министр культуры Кириленко, будучи во Львове, сказал, что министерство приостановило все выданные ранее разрешения, дозвилы, погоджения, которые в исторических городах были даны. То есть вот те объекты скандальные, которые у нас есть, со слов министерства культуры, министра культуры Украины, уже приостановлены. У нас документа такого нет, но мы знаем, что представители Минкультура, когда были в декабре, здесь встречались с общественностью, обещали, что на экспертном совете при Министерстве культуры рассмотрят ту документацию, которая была согласована в прошлые годы, и если она не соответствует правилам, то ее отменят. Заседание экспертного совета должно было состояться последняя дата 18 февраля, то есть завтра. Сейчас ее перенесли на 25 февраля, на следующую среду. Я надеюсь, что она уже состоится, там будет представитель городского, начальник городского управления. Я буду, и мы послушаем, как будет происходить этот экспертный совет, и естественно скажем свое мнение и процитируем то, что может быть на территории исторических ареалов в Одессе. Спасибо большое. Мы заканчиваем еще раз. Владимир Николаевич Мещеряков, начальник управления охраной, человек, который действительно много лет борется за то, чтобы Одесса осталась Одессой. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok